Отпустить не значит перестать заботиться, но не делать что-либо вместо кого-либо. Отпустить не значит отделиться от близкого стеной, но значит признать право другого человека на самостоятельное решение, пусть ошибочное. Отпустить значит не участвовать в потакании плохим привычкам, значит позволить другому увидеть и почувствовать результаты своих неверных решений. Отпустить значит признать, я не всесилен, и зачастую результат зависит не от меня. Отпустить значит прекратить попытки изменить другого, перестать порицать его, всю энергию направить на усовершенствование своих привычек и ответных реакций. Отпустить значит заботиться о ком-то не для того, чтобы, а просто заботиться. Отпустить значит прекратить формировать, учить, вынуждать, но начать поддерживать. Отпустить значит не быть судьей, а позволить другому быть таким, какой он есть. Отпустить значит не стремиться быть в центре всех событий близкого человека, оставлять ему место для работы над собственной жизнью. Отпустить значит не защищать близкого от реалий жизни, чтобы он не разучился смотреть в лицо трудностям. Отпустить не значит отвергать, но быть открытым. Отпустить значит прекратить спорить, придираться, доминировать, но начать изучать свои недостатки и достоинства. Отпустить значит не стремиться, чтобы все соответствовало твоим желаниям, а принимать день жизни таким, какой он есть, проявляя истинную заботу о своей личности. Отпустить значит не быть в плену прошлых событий и воспоминаний, но прикладывать сегодня усилия, чтобы улучшить завтрашний день. Отпустить значит меньше бояться, но больше доверять своим истинным принципам и любить. Мы засоряем себя ненужными мыслями, сгрызающими нашу душу и здоровье, без перспективы восстановления. Мы играем дешевые спектакли на публику, подкрепляя его целым антуражем из непонятно откуда взявшихся эмоций. Мы ведем самую настоящую войну внутри и вне себя, чтобы как можно дольше не подходить к той стадии, когда, кроме как отпустить, ничего не остается. И, наверное, только избранные из нас понимают, что отпустить, ведь это так просто, что для этого достаточно одному из двоих сделать шаг в сторону двери, а второму молча проводить его глазами. Неважно куда, неважно насколько, главное, чтобы с твердым убеждением, что каждый в данную минуту совершает единственно правильный поступок. Ведь, отпуская кого-то без тяжести на сердце, без болезненного сожаления, по сути, мы отпускаем самих себя. Озвучила Екатерина Еремкина